всем привет вот и опять пришло время начинать наш челлендж кот в мешке который мы проводим каждый месяц уже на протяжении наверно но больше года это точно ну и в этом году решили тоже также его снимать для новеньких кто не знает мы выбираем из своей коллекции 5 каких-либо книг раскрасок кто-то из девушек кто вместе со мной проводит этот челлендж выбирает определенную страницу так как у нас все книжки раскраски все пронумерованы называет какую-либо страницу которую я должна раскрасить материалы можно брать любые но время дается ровно неделю в этот раз мы участвуем вроде как все я лена алла и оля наконец-то дождались когда девчонки тоже могут поучаствовать потому что у каждого свои какие-то дела тоже не было возможности поучаствовать и мы по моему два или три даже месяца участвовали только вдвоем с леной так что вот пять книг я взяла 5 иллюстрации мне выбрала лена первая книга это дисней по номерам и мне выпала 75 страница вот это я уже посмотрела эта иллюстрация из корпорации монстров 75 год такая иллюстрация ничего так нормально так заколдованный лес здесь у меня выпала страничка вот это вместе то есть ребятишки и медведи интересно раскрасить еще решила я взять книгу бить с их друзья тут очень много разных портретов и девушек и парней и решила выбрать ее потому что хочется как можно больше раскрашивать сейчас именно портретов и мне выпала вот такая иллюстрация а ну вот я здесь свое подписывала некоторые кто это здесь находится так у меня здесь написано семин певец я даже не знаю с какой он группа я отмечала вот здесь только бить с из-за которых в основном и была взята эта раскраска вот но здесь и конечно же очень много и других портретов которые нужно будет раскрасить некоторые портреты довольно таки неплохо нарисованы некоторые похоже то есть мне вот выпала такая конечно хотела чтобы фотографии как и малый рисунок было вот так они в профиль ну ладно буду раскрашивать так так следующая мироморфозы здесь у меня выпала страничка вот эта 31 на ладони лес водопадики это здорово мне вот эта иллюстрация меньше нравится эта иллюстрация нравится больше также буду раскрашивать такую так и мистерия мне здесь выпала иллюстрация на странице 13 девушка с пчелой я так понимаю и тоже так давненько ее хотела раскрасить но я как-то больше люблю чтобы портреты были с открытыми глазами ничего страшного так как я эту раскраску хочу закончить когда-нибудь у меня здесь работ достаточно много уже так что любой иллюстрации рада так что челлендж наш начинается и будем раскрашивать как всегда ровно неделю включение я не знаю будут или нет ссылки на видео девчонок как всегда будет под видео проходите смотрите тоже всегда очень интересно кому что выпадает кто что раскрашивает встретимся чуть позже ну еще раз всем привет быстро пролетел челлендж как-то быстренько у меня все раскрасилась буквально дня 4 или 5 потребовалось меня то чтобы выполнить все работы как-то то ли настроение такое было что хотелось раскрасить и как-то все довольно таки быстро у меня продвигалась давайте же посмотрим что же я раскрасила так дисне и по номерам здесь у меня вот такой майкл азовский с корпорацией монстров очень нравится мне этот герой и я рада что у меня попался как раз для раскрашивания раскрашивала карандашами брут фонар немножечко видно структуру бумаги ну я думаю что это не так страшно если вот когда фломастерами раскрашиваешь и сильные полосы мне это совсем не нравится ну а так какой-то цвета более ровнее как-то ложился на бумагу некоторые вот с белыми такими вот немножко проплешина видно но я думаю все равно получилось довольно таки неплохо ярко и я довольна работой следующее у меня работа бить с их друзья и здесь меня выпало вот такая иллюстрация я перевела кто это это певец сюмин я не знаю с какой-то группы если знаете напишите ну конечно же в интернете могла посмотреть но в то же время я посмотрела что этот парнишка в основном с темными волосами иногда бывает с крашенными с какими-то там но более яркими но в основном у него темные волосы и вот такая иллюстрация получилась раскрашивала здесь карандашами так полихромосами и призмами пришлось опять же прятать черные линии кое-где получилось кое-где нет нравится как получились волосы и я ему сделала как как будто бы у него повязка синяя в тон рубашки я так понимаю ну вот сделала такую повязочку не очень сильно видно но мне нравится что она там есть и вот здесь интересно нарисовано было непонятно что это пиджак не пиджак знаете если пиджак здесь должно было быть плечо как бы и рукав но его вы не было и сделая такой пёстренький как будто бы парнишка просто накрыт пледиком вот таким пёстреньким и в общем то как я уже говорила ранее такие портреты я раскрашиваю и не делаю фоны мне нравится небольшая такая тень вокруг портрета и я буду продолжать точно также делать все остальные портреты с удовольствием буду раскрашивать мне нравится как карандаши ложатся на эту бумагу и я с удовольствием буду раскрашивать уже он смотрите сколько закладок которые хочу раскрасить следующие это мироморфозы здесь мне выпала иллюстрация я не знаю считать это разворотом ее или нет но я раскрасила сначала одну иллюстрацию которую мне выпала 31 страница вот такую иллюстрацию рука и на ней вот что-то наподобие джунгли да с водопадиками раскрашивала здесь и акварелью и в основном тут карандаши карандаши брут фонар очень неплохо не здесь стекли для облачков использовала гуашь и когда раскрасила все это решила все таки раскрасить и вторую половину и раскрасила эту руку с горами с горами с горами вот и у меня вот такая задумка здесь у меня лес переходит в руку то есть вот рука заполоняется уже а здесь как будто бы вот рука и скала на руке нарисовала здесь птичек тут их не было посмотрела как здесь нарисовано и здесь тоже сделала раскрашивала эту сторону практически всю акварелью немножко дорабатывал карандашами ну а так в основном все акварель здесь по большей части карандаш здесь только на руке акварель акварель белой ночи вполне нормально если очень очень сильно не лить то практически ничего не протекает молодец вот немножко на верблюде чуть-чуть протекло но это не страшно так что вот задание было вот эта страница но я сделал как разворот чтобы уже было раскрашено в общем-то довольно самую последнюю работу которую я выполнила это было в заколдованном лесу ханна карлосом и здесь тоже сначала хотела сразу же выполнить разворот хоть мне и выпала одна иллюстрация давайте дальше сначала так покажу прикрою это чтобы она не отвлекалась потом покажу а вот мне выпала вот эта иллюстрация такие вот детки на медведях едут вот раскрашивала фон акварелью медведя акварелью потом дорабатывал карандашами деток раскрашивала полностью все карандашами такие яркие праздничные точки делала белым карандашом от призм так акварель здесь белые ночи довольно таки сильно я лила здесь водой она у меня протекла и на другие страницы акварели но ничего страшного потому что я уже как говорила если например полуночный маскарад я там делают темно-коричневые фоны такие знаете как состаренные в черноту уходящие в этой раскраске я делаю зеленые фоны и хочу чтобы все страницы были любых оттенков зеленого цвета здесь вот у меня как раз здесь вот тоже змея зеленая ну то есть не змея фон и вот это и потом я подумал что пока я раскрашиваю эту сторону как раз и здесь тоже сделала фон и уже до конца месяца буквально тут работы не так много осталось раскрашу и будет у меня как разворот хотя задание у меня только было это ну и решила пока уже делала здесь акварелью сделать и на эту ту же сторону чтобы потом смотрелось все гармонично потому что все равно пройдет время и забудешься в какой последовательности добавляла акварель ну а здесь сделала так кое-где у меня здесь протекло но вы просто не представляете сколько здесь было воды то прям лужи стояли а вот протекло и на следующие здесь страницы здесь затекло все здесь как я сказала уже ранее тут у меня будут зеленые фоны так хочу эту иллюстрацию прямо раскрасить побыстрее вот очень нравится мне эта иллюстрация так что вот буду с удовольствием раскрашивать так интересно на следующую протекло сюда ну да здесь вот тоже немножечко по затекало да вот здесь вот даже тоже смотрю но ничего страшного я не переживаю будет все нормально так и на и напоследок у меня мистерия если у меня получится я вставлю процесс как я раскрашивала портрет который мне выпал и вы сейчас его посмотрите ну и так что вот такой вот у меня получился портрет девушки с пчелой раскрашивала я здесь так лицо то есть сама кожа все раскрашено полихромосами и призмами волосы так волосы раскрашены тоже по моему и призмами и полихромосами перемешку там все делала на вот немножечко по краям у здесь акварель вот и гуашь на крыльях у пчелы немножечко совсем чуть-чуть белые гелевые ручки вот на лапках у пчелы и вот такая вот иллюстрация у меня получилось не не стала я ее сильно как-то затемнять в тон также на кожи сделала и губы просто посильнее нажимала этими же карандашами которыми раскрашивала кожу и вот такая вот девушка у меня получилось очень долго просидела с волосами вот ну потому что их здесь достаточно много мне нравится как они у меня получились так что вот такие вот работы у меня были в нашем любимом челлендже код в мешке надеюсь какие-то работы вам понравились обязательно пишите не забывайте проходить под видео и смотреть что раскрасили девочки то есть по ссылкам и надеюсь вам тоже их работы понравится всем спасибо за внимание всем пока отличного всем настроения спасибо